Сейчас я хочу пригласить ко мне в мою импровизированную новостную студию Аташе по культуре Жиля Мамецкая, который как раз знает обо всем этом не понаслышке и как раз нам точнее все и расскажет. Здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, Жиль, кому пришла идея вот о таком совместном проекте? Ну, сложно помнить, как все это началось. Дело в том, что мы хотели с моим коллегам из французского института что-то совместного создать и художественного, музыкального и образовательного. Все в одном. И мы были знакомы с работой девушек, вот, Дагдотерс, знакомы были с музыкантами института Глиера и, конечно, мы знали те ребята из оркестроники, поскольку мы столкнулись с музыкальными обменами студентов и так далее. И нам показалось интересно именно создать сейчас и тут, и зараз вот этот проект и думать о будущем. И нам кажется, что то, что произойдет сегодня, это должно быть всего лишь начало, толчок к дальнейшему сотрудничеству. И поэтому мы предложили институту Глиера пригласить тот коллектив, французский и надбавить вот эти оттенки этно-транс-девушек. Скажите, вы, наверное, подслушивали, расскажите о впечатлении французских музыкантов от работы с нашими украинскими музыкантами. Я единственное, что я могу сказать, это... Они все поражены и тем, что они видят здесь, впечатлены уровнем музыкального образования здесь. И, конечно, это для них большое открытие, культурное открытие. И они, в общем-то, в восторге от того, что они здесь делают. Я знаю, что они репетировали всего лишь 10 дней, из которых только 5 у них было совместных. Так. И вот такое вот уже получилось практически все импровизация, насколько я знаю. Это... Есть, конечно, большое пространство для импровизации. Ну, композиция, которая будет звучать сегодня, она была уже частично готова, поскольку оркестроника играет уже несколько лет. И Патрик Фраде хотел применить вот ту композицию, ту музыкальную пьесу к украинской реалии. Вот. Соответственно, слава богу, он нашел вот музыканта на высоте, музыканту, которые смогли исполнить вот то, что он написал, и добавить в свою изюминку. А что насчет самого фестиваля? Вот вы, как представитель французской культуры, и что говорят ребята из Франции? Как им такой украинский фестиваль? Они много работали, во-первых. Так что я могу сказать, что они немножко подустали. Но они поражены, я думаю, прежде всего, тем энтузиазмом, который здесь присутствует. Потому что я могу сказать, что такое событие во Франции редко встречается. И в таком антураже, в такой атмосфере сложности представить фестиваль сегодня во Франции, который был бы наподобие... А почему? Может быть, Европа, она как раз впереди таких событий? Конечно, Европа впереди, в том числе и с вами. Поэтому я думаю, что ребятам приятно здесь находиться, именно потому что они находят ту Европу, которая строится. Вот, если у нас все налажено, вот, есть цены, есть рынок культурный, который образовался вот долгими летами, и здесь чувствуется, что есть и желание, динамика, не знаю, энтузиазм своеобразный. Какие планы? Какие планы дальше о сотрудничестве? Планы очень, очень обнадеживающие. Спасибо за помощь. Тем, что в следующем году в рамках данного соглашения, которое было подписано вчера с Институтом Глером и с музыкальной школой ЭДИМ, мы будем направить во Францию двух студентов, которые смогут проходить стажировку. Это будут два лучшие студента или кто захотел? Нет, это те студенты, которые будут вписываться в... В рамки требований? В рамках требований, и которые смогут принести вот наибольшую пользу для дальнейшего сотрудничества. Это может быть и не только студенты, преподаватели тоже им смогут поехать, съездить во Францию на стажировку. А Дагдотер Бенд совместно с оркестроникой будут выступать во Франции? Мы надеемся. Мы все сделаем для того, чтобы они выступали. Они уже в рамках фестиваля Левья и Шары выступили недавно. Их приняли на ура, и я думаю, что это всего лишь начало их знаменитости во Франции. Что же, Жиль, я тогда всем пожелаю с нетерпением уже поскорее, вернее, всем приехать, кто еще не успевает подъезжать скорее, чтобы успеть на вот такое событие. Ну и, конечно же, все равно, несмотря на вот такое главное событие, еще смотрите на другие. У нас здесь очень много чего происходит. и не только из Франции, и из Испании, и многих-многих еще других стран приехали к нам талантливые исполнители. Ну, спасибо вам огромное, что вы вообще создали такой проект. Спасибо вам огромное. Спасибо им. Спасибо.